шалом вахай наша сегодняшняя тема мукса в емтов мы сегодня узнаем оказывается что есть вещи в которых емтов даже более строгий чем шаббат и одна из этих вещей это мукцы но прежде мы знаем что в главе шуфтим тура описывает очень интересно что когда собирают воинов для войны как потом гимара поясняет таргаты сута она говорит что речь идет правда про милхамед ршут про войну которую добровольная то есть определенные условия того кто освобожден от воинской обязанности и кто это говорит гимара если человек построил дом в лохан хон но еще не сделал ханука табайт пусть он вернется домой чтобы другой вместо него не дел ханука табайт если человек посадил виноградник но еще не прошло три года он не отнес не то рывай то есть он еще не успел им воспользоваться да то тоже пусть вернется домой если он рс и ша если он дал кедушин девушки но еще с ней не был до года не прошло он должен вернуться к своей жене окей да и потом еще да если он не согрешил гимара но очень интересно пишет талмуд в таком деле эти четыре вещи нужно понимать еще как дэрэхэрэц не то что только эти войны освобождены от воинской службы но оказывается такой должен быть дэрэхэрэц почему пишет рамбом что в главе китово написано наоборот проклятие страшное проклятие и написано что ты возьмешь себе жену и другой с ней возляжет не дай бог да посадишь себе виноградник а другой будет его обрабатывать построишь себе дом а другой будет в нем жить да что имеется ввиду пишет рамбом что на самом деле айца товар дэрэхэрэц была в том что человек должен сначала позаботиться о том чтобы у него был виноградник то есть чтобы у него был бизнес потом он должен позаботиться что не чтобы у него был дом чтобы у него был дом, где он будет жить. И только потом он должен жениться, чтобы он был, куда жену привезти в дом и средства к существованию, как он будет зарабатывать деньги. Получается, что все говорят, и молодежь жалуется, а им говорят, не ждите ничего, идите делайте. Сейчас дойдем до этого. То есть Гемора прямо и Рамбом пишет, что человек должен именно так делать. Сначала найди себе дом, найди себе работу, потом женись. Надо быть дальновидным. А с другой стороны, все соответствует с реальностью. Только с домом сегодня проблема. Сейчас поговорим об этом. Но, говорит Рамбом, а в чем проклятие китово, что ты женишься и жену твою будет другой. Прямое понимание, что это было действительно во времена греков. Это, кстати, ханукальная история. Что было такое понятие, что невеста первую брачную ночь должна была быть с греческим наместником. Что самое страшное. Что самое страшное. И поэтому да, это прямое понимание. Но, говорит Рамбом, нет, проклятие в том, когда человек путает приоритеты. Он сначала женился, потом он думает, где мне искать работу, жить им негде. И в итоге, получается, он сам на себя навел проклятие. То есть в этом, говорит Рамбом, есть, говорит, самая большая ошибка. Что, да, есть такая заповедь, еще большая заповедь, как шутил мой Рав. Он говорил так, что самая большая заповедь, быть умным, да, не быть глупым. То есть, это как написано в Мишне, да, что «харуэ» — это нулад. То есть, какой путь самый главный? Человек должен видеть последствия своих действий. Он должен, перед тем, как что-то сделает, он должен считать, какие будут последствия. То есть, к чему это приведут, что это за собой влечет. И поэтому человек должен правильно выстраивать приоритеты. И поэтому, да, говорит Геморра, что Тора намекает нам, что человек сначала должен позаботиться о винограднике. Виноградник — это источник дохода. То есть, ты покупаешь себе землю, садишь в виноград, у тебя начинает бизнес идти, виноград, ты его там собираешь, ешь, продаешь, делаешь вино, я не знаю, да, то есть, у тебя какой-то бизнес. Потом ты покупаешь себе дом, и потом, пожалуйста, приводи туда жену, женись. Но, да, то, что все уже сказали, что в наше время мы видим, что, да, ситуация другая. В наше время говорят, женись, женись, не жди, да. Ну, как же так? Во-первых, на самом деле мы живем такое гибридное время, когда в наше время иметь бизнес, можно понимать, получить профессию. А иметь дом, имеется в виду снять квартиру. Иметь дом и жить отдельно в этом доме от семьи? Или просто иметь дом? Иметь дом и жить отдельно от семьи. И в наше время это исполняется. Не обязательно нужно построить дом. В наше время никто не может купить себе квартиру или купить дом. Это надо прожить жизнь. Ну, это если папа тебе купит, да. То есть, ну, как ребенок, там, в 20 лет парень уже женится, откуда он возьмет деньги купить квартиру? За редкими исключениями, да. Как правило, как правило, это тяжело. В наше время имеется в виду, ты должен иметь возможность снять квартиру. А что значит, у тебя должен быть виноградник, бизнес, имеется в виду? У тебя должна быть мигцо, у тебя должна быть профессия. То есть, ты должен быть, ты должен быть источник заработка. То есть, получи образование, получи профессию, да. Что теперь ты можешь искать работу. Теперь ты что-то умеешь делать. Если ты что-то умеешь делать, и ты способен снять себе квартиру, в наше время, это, говорит, достаточно женись. Женись, потому что такое время живем мы, что если человек реально поставит себе план максимум, да. Раньше дом, раньше дом, ребята, это была комната с крышей. Человек жил, вот он дом купил, да. Построил его себе в конце концов. Сегодня как бы это большие деньги, да, купить себе какое-то имущество. Это может занять еще много времени. И, конечно же, нельзя откладывать самое главное, что есть. Нельзя откладывать, надо, тем более, если у тебя есть уже подходящая девушка, а ничего, найду другую, когда будет дом. Это так не работает, да. Человеку можно иметь все дома на свете, а подходящего человека всю жизнь искать, да, это, с этим не шутят. Поэтому в наше время, конечно, это остается, этот закон остается верным. Я спросил Рава, говорю, ну что теперь геморрогия, это Талмун не актуально? Он говорит, нет, еще как актуальный. Немножко надо пересмотреть, но, конечно же, человек должен понимать, со всей ответственностью подходить к тому, что перед ним свадьба. Он должен свою жену содержать. Как минимум, он должен иметь возможность ее куда-то привезти. И как правильно подмечает Зураб, это не в дом родителей. Надо сделать все возможное. Я как мадрихатоним, лицензированный. Да, две вещи, то, что я обязан говорить, только две вещи. Насилие в семье, нельзя поднимать руку на жену, ни при каких обстоятельствах. Это не ребенок 5 лет, которого можно отшлепать. Взрослый человек. Это просто стоп. И второе, это не жить в доме родителей. Не жить с родителями. Да, и многие, особенно в кавказских семьях. Ребенка можно отшлепать? Шлепать? Ребенка можно шлепать. Но, опять-таки, до пяти лет. То есть, даже ребенок уже 5-6-7 лет надо подумать. Уже даже тоже нельзя его бить. Ну, так запомнилось на все сто, да? Да. Да, иногда это необходимо. Маленькие дети, их надо как бы не бить их, как это, а шлепать, чтобы он понял, а-та-та. Сделать это хорошо. Но по какой-то момент, тем более взрослый человек, то есть, применять какую-то силу, это... А если родители не бить? Мать-вдова или отец остался один? Много семей, когда они живут. Надо прямо... Надо вещать, надо помогать, а жить надо отдельно. Это настолько важная вещь. То есть, молодые, когда создали дом... Альвен, что объясню? Объяснение очень правильное. Объяснение такое, что, когда люди женятся, они должны создать свой дом. и жить отдельно. И чем раньше, и чем дальше они уедут, да, отдельно... У тебя никто не отменял все обязанности к родителям? Навещай, помогай, делай, приезжай в гости каждый день, но в гости, а потом уезжай домой, чтобы не было две хозяйки на кухне. Мы тоже будем потом родителями, и то же самое с нами будет. Я не принимаю это. наоборот. Да, я тоже в детстве всегда мечтал, Шалов, я тебя очень хорошо понимаю, но, знаешь, наши мудрецы говорят так, что это нельзя так делать. Нельзя так делать. То есть, вместе там что-то провести, шаббат, в гости, да, но жить очень любой ценой. Займи денег, возьми кредит, сними квартиру отдельно. Значит, оставить родителя одного, к примеру, отец живет один. Еще одного. Возьми сиделку, возьми сиделку, возьми три сиделки, приезжай. Наши родители, то, что так делали, дедушки, бабушки, значит, они столько творога не знали и не шли этим путем. Я, опять же, меня пускай Бог просит, но я не принимаю это. Понимаешь, раньше люди, может быть, были ограничены возможностями, это было не так просто сделать. Сегодня, когда можно снять квартиру, все абсолютно сходятся во мнении, что необходимо жить молодоженам отдельно, чтобы они научились расставать свой дом. Они сходятся из-за того, что просто другого варианта не нужно им сказать. Больше нечего им сказать просто. Поэтому сегодня молодежь воспитывается неправильно, девушки. Поэтому другого варианта не нужно, им такое говорить приходится. Тоже тяжело, понимаешь, тяжело, брат. Когда молодой парень взял себе девочку и он ее привел и живет с мамой. Вот ты представляешь, мама профессионал машина, которая на 50 человек может стол накрыть и вообще не спит, встает рано, никогда не або, все дети идеально собраны, помыты по это самое все. И девочка против нее 20 лет, которая там училась. Конечно, это будут сплошные замечания, это будет постоянно, понимаешь, и две хозяйки на одной кухне. Правильное воспитание просто, Альберт, больше ничего. Есть правильное воспитание, наоборот. Сколько плюсов? Есть дети, как правильно воспитать ее. Как правильно не воспитать, а еще показать, неправильно показать, как правильно делать. Потом детей, как правильно воспитать. Опыт жизни намного больше. Поэтому, я еще раз говорю, дай бог, что правильно воспитывали детей, а потом уже все. Я согласен, я согласен. Распитание играет большую роль, и все-таки, как бы ты не воспитывал, девочка 19 лет не сравнится со свекровью, а написано, что в Талмуде написано, что пяти женщинам не доверяют, и заложено в крови, что свекровь все равно будет, она своего сына воспитывала, любила, лелеяла, и сейчас какой-то вот этой девочке должна его доверить. В любом случае, в глубине души, в сердце, это будет и критика, и замечание, и вот ты неправильно это, пусть ходит, пусть учится, пусть проводит время, пусть учится печь пироги, стирать, убирать, пожалуйста. Новость пошла, посидела дома. Да, на здоровье. Но она должна приходить к себе домой, и где, как она хочет, с мужем, это должен быть ее дом, ее кухня, и она сегодня хочет заказать еду. А ух, она такой втык получит, а муж говорит, нормально, закажем сегодня еду, подожди, у них должен быть свой дом, она хозяйка своего дома. потихоньку, потихоньку. Мне кажется, это более ашкеназский, нет такое видение с теми? Нет. Талмуд писали не ашкеназы, талмуд писали детей. Родительский, не знаю, человек женился, мне кажется, исторически так было, куда они заводили жену, жили с родителями, большие дома. Мне кажется, компетент такой, европейский, мне кажется, более ашкеназский. не запрещено приезжать в гости с родителями, к родителям и жить у них, но жить должны отдельно. Вот я знаю сотни примеров еврейских семей, которые живут с родителями, сотни. Альберт, еще самое главное, извини, что вмешиваюсь только часто, потому что мы когда-то говорим, что мы говорим, что мы уйти от друга, Альберт, то, что мы говорим часто, должны уйти друг от друга, от родителей. Мы никогда об этом, мы никогда не думаем, знаешь, о чем? Молодые люди сегодня не могут жениться из-за того, что не могут справиться с арендой, а с родителями не хотят жить, и поэтому сегодня очень мало, как говорится, сходится. Это тоже мы, как бы рассказал, упускаем. Из-за того, что мы так вот много говорим всегда, что должны уйти, а потом с родителями не хотят жить, и получается, до 30 лет не могут жениться. Сколько парней такие? Девушки ищут на коне парня. Мне кажется, это как раз таки из-за того, что родители не хотят больше отпускать детей в свободное плавание. Ничего подобного. Они просто не будут справиться. Они просто не могут обеспечить... У каждого человека свой путь. И у каждого человека свой путь, и на своих ошибках учимся, не на чужих. Никогда на чужих не учимся. Извиняюсь, Алла, я извиняюсь. Я согласен просто с мнением того, что молодые должны жить отдельно. Так, учит, понимаешь, пока ты будешь в спасательном жилете плавать, ты плавать не научишься. Надо тебя бросить в воду молодых, помогать им, приходить, сидеть с детьми, звонить, как дела, привозить им еду, ни в коем случае помогать полностью, но отпустить. Хочешь помочь, дай им 30 тысяч, добавь ему, он 30 тысяч найдет и сними ему квартиру. Рядом, через дорогу, но это должна быть его дом, его квартира, это его дом, куда они могут спрятаться. Проблема еще нынешнего поколения в том, что родители не готовы отпускать из-за того, что хотят, ну, такой, знаешь, типа контроль, забота, гиперконтроль, гиперзабота. Не-не-не, это тоже все нееврейское, это все еврейское положение, что ты, а для родителя, задача подготовить ребенка к самостоятельной жизни и отпустить. То есть, ты, 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 до 60 лет ты же не будешь готовить ребенка. Ребенок, до 6 лет по Торе ребенок вообще, если по Торе Деурайта. Правильно, если я правильно помню? Он до 6 лет, а родитель обязан содержать ребенка до 6 лет, вот, если Деурайта мы берем. Содержать, помогать, он может долго, еще долго помогать, но определенный момент, родитель должен ребенка отпустить. И как говорят наши мудрецы, что если человек пишет картину, вот написал красивая картина, а он говорит, ой, вот тут еще добавлю, ой, вот тут немножко, вот тут еще, вот тут еще, вот тут еще, вот тут еще. Он испортит картину в итоге. То есть, неотъемлемая часть созидания, творения, это умение остановиться. Поэтому пишет Раши, что Ашем создал шаббат, что в седьмой день он завершил всю работу, никакой работы он не делал. Говорит Раши, противоречие. Так он завершил всю работу в седьмой день, это значит, что он какую-то работу делал. А с другой стороны написано, он никакой работы не делал. Так он не делал работу или он завершил седьмой день работу? Отвечает Раши, и да, и нет. Ашем, да, создал в шаббат что-то. Что? Ашем создал отдых. Неотъемлемая часть любого творения это сказать в стоп, я закончил. Сынок, я всему, чем я мог, тебя научил. Я тебе все передал. Теперь начинается второй этап. Я тебя больше не воспитываю. У нас теперь отношения, я всегда буду твой папа, ты всегда приди, я тебе чем могу, помогу, посоветую, поддержу. Но теперь ты больше не на ниточках, не ходи, руку не подними, приди, подними. Все, теперь у нас отношения. Отец, сын. Это уже отношения, а не на ниточках. Я тебе говорю, что делать и попробую не сделать. Ты должен, иначе что, ты погубишь человека. Такие родители, они губят своих детей. Называется здоровая сепарация. Да, задача родителей воспитать ребенка, подготовить его к самостоятельной жизни. А те люди, которые до 30-40 лет живут с мамами и не могут жить, они загублены, посмотрите на этих детей. К сожалению, они просто погибли. Это страшно. У нас не было такого. Поэтому я не принимаю страх. Да. И я знаю, когда я говорю, мне тяжелее всего, да, потому что евреи, когда жили, где они жили, они очень сильно обучали всех вокруг, но и сами впитывали порядки, устои, понимания этих мест. и очень много хорошего от Кавказа, да. Да, ты больше смотришь на стороне того, что родители не отпускают своего ребенка. Я имею в виду вообще наоборот, что сын вырос, теперь родители станут старыми, он чувствует уровень ответственности и благодарности родителям, что он должен теперь с этим сматывать. Молодец, сын, молодец. Это очень хорошо. Я знаю. Он должен о своей жене тоже думать, брат. Это разные вещи. Ты родителей любишь, заботишься, уважаешь, все делаешь, но это не отменяет того, что ты можешь создать свой собственный дом, свой собственный очаг. Нет, это не отменяет абсолютно. Это не отменяет абсолютно просто ментальность. Сефарская ментальность я знаю, говорю, десятки, если не сотни семей, которые так живут. Просто они так живут. Конечно. Свою ментальность делать еврейской ментальностью. Ментальность должна быть еврейская. Не забывать при всем уважении к Кавказу. Там и много и звериного, и вообще такого, что вообще близко, которое не подходит. Да, надо очень тяжело эту грань провести, но надо знать, что девочке тяжело. И сколько мы знаем бедных, мальчик приводит девочку в семью и начинает она пачерица становится, и там просто, а он там ходит налево весь такой. Где это? Вообще, где это? Это вообще не еврейское все. Не еврейское. Это не еврейское. Родители живут, кружат, но девочка должна почувствовать себя хозяйкой в своем доме. Ты уже долго... Она приходит в гости к ней, как хозяйке. Это ее сын, который ее любит, но все-таки... Да. Ты повторяешь уже постоянно вот это. Вопрос такой. Это только... Махок, это нет вот что именно спора, и все одно и то же говорят? Или есть какое-то что? Я тебе говорю, я тебе говорю, что Бейдин только две вещи. Он говорит, что хочешь рассказывай, но две вещи ты обязан сказать. Это то, что разрушает браки. Нельзя жить с родителями. и... Да. Теперь смотрите, есть исключения. Есть действительно... Девочка всю жизнь видела, да, как она живет, и семьи близкие. И она может сожительствовать, но это скорее вопреки, а не благодаря. Это вопреки, а не благодаря. Она просто такая вот реально цадика, и свекровь цадика, что прям... И они... Да, вот они живут. Но это тяжело. Гораздо проще было бы, да, жить отдельно, жить отдельно, и приходить, и научать, и ходить друг к другу в гости. В гости, пожалуйста, в гости. Но она должна знать, что гости уйдут, или она пойдет из гостей домой, и в итоге она с мужем будет дома. И дома она хозяйка. И она сделает, как она... И все-таки, да, она отдельно дом. Ва! Мы начали говорить об одном. Я так чувствую, что мы не дойдем до мукца. Хватка, схватка. Хорошо спрашивает Сэмби, слышите, говорит, а если к родителям жены, говорит, жить? Да, пойти к родителям жены. Жить у родителей жены тоже работает. То есть, есть вынужденные меры на неделю, на две приехать в гости, но понимать, что у тебя есть свой дом. Все это ведет, все это ведет, понимаете, конфликтам. Это должно быть интимно, должно быть сокрыто. Жизнь молодых должна быть их жизнь, а не то, что... Это с вашей норой тоже может быть связано. Она не так сделала, и так сделала. Мама, мне муж так сказал, мама мне это, и все открыто. Это тоже не наше. Тоже это не, это не так не делают. Ты можешь прийти и спросить совет. И то у мамы, у папы надо подумать десять раз. Лучше пойти спросить раввина, специалиста по семейным отношениям, а не папу и маму, которые, знаете, он так моей дочке сказал, у него играет пятьсот миллионов других вещей. Он вместо того, чтобы помочь укрепить их отношения, он может там так навердить, что вообще общаться перестанут. Ребята, это очень тонкие вещи, очень тонкие моменты. Поэтому мы должны знать, что есть как бы традиции, есть как мы привыкли, а есть дата Тура. Дата Тура, она говорит, что лучше отдельно. Ни в коем случае не отдаляться, не разделяться. Хасвэ шалом. Наоборот. Подожди, лучше отдельно или нужно отдельно? Это разные вещи. Лучше отдельно или нужно отдельно? И лучше, и нужно, да, надо делать как лучше, надо делать все для шаломбайта. И чем лучше, я после свадьбы мы уехали, ну, правда, так получилось, но как я благодарен. Ребята, мы, да, после свадьбы, так получилось у меня жизнь, я жил на другом, вообще, стороне земного шара. Разница была в 12 часов времени. Мы даже созвониться не могли, просто улетел, жил в Сан-Франциско. И там у нас родился ребенок. У меня никогда не было детей. У жены никогда не было детей. Мы никогда с молодым. Все с нуля. Не знаешь, что такое роддом. Полностью все сами. И мы так сблизились за этот год, вот этот первый год, что Баруха Шем, я считаю, это сыграло колоссальную роль. Да? И первое время Шева Брахо обязательно с семьями туда-сюда родители помогают жить вместе с женой. Но первый год он должен быть именно с женой. Должен быть именно с женой. И все, и потом идешь, пожалуйста. Все, мы не смогли, вернулись, да, год. Родители, все, отношения, все прекрасно. Но обязательно, чтобы дом, он был, да, он был все-таки отдельно, чтобы молодые могли все-таки начать свой дом строить. Байт Нейманда Исраэль. А да, они под чутким надзором, да, и все открыто. Даже таких близких людей, может быть, даже тем более близких людей, родственников, вообще до поры до времени маме с папой нужно только говорить все хорошо, у нас все прекрасно, все хорошо. Не выносить ссоры из избы, не рассказывать лишнее, вообще не делиться. Все хорошо. Только если действительно требует ситуация, опять-таки, посоветоваться с Равином и подумать, кто имеет влияние и как это все грамотно сделать правильно, потому что теперь у них новая задача. Они поженились, теперь они должны работать на укреплении своих отношений. А вмешательство горячих родственников, которые заинтересованы из стороны, далеко не всегда правильно все это происходит, только обостряет конфликт, только приводит к таким последствиям, что это хурбан, это самое настоящее. И надо помнить, работай. Когда-то это работало, я всегда говорю, когда-то это работало, но надо уже себе сказать, мы уже не живем в кулаше, мы не живем в кубе, в местечках, где это работало. Все, изменилось все. Мы живем, и все эти дети, и эти девочки, у которых бабушки еще такие, но они ходят в обычные школы, и их подружки, и они другие в голове, они тот же YouTube смотрят, и все эти фильмы смотрят про этих девочек, а мы все хотим от них воспитания, как наших бабушек. Это другие люди, они не будут счастливы, надо делать скидку, они уже не смогут так, как когда-то было. Ты уже в другой мир, они развиваются сами, растут быстрее, время меняется, и люди меняются. И как бы ты их не воспитывал, вот про Раф Гершуна написано, что он хотел своих детей, он их не отдал даже в хедер, в школу не отдал, он говорит, я буду у вас дома, ой, если ты такой, да, вот тогда так воспитывай. Потому что дети выходят, они видят, они видят, как у них другие условия, они по-другому на вещи смотрят, да, и поэтому им тяжело все это. Надо быть объективным, надо быть, идти в ногу со временем, надо понимать, что наши дети, они уже по-другому, они в другом мире растут. Они эти телефоны, они видят в тысячу раз больше, чем нам приснилось бы. Мы это из книг могли узнать, увидеть где-то, подсмотреть. Они сегодня за один час могут посмотреть то, что нам за 20 лет даже не приснилось бы увидеть, да, другой мир. Поэтому повести себя тоже надо в ногу со временем. Окей, это отдельная, очень интересная тема, работаем мукци, мукци в Йомтов. Итак, Диней Мукци говорит, мукци, асурби Йомтов, афилу маши мутарби шаббат. Бомба. Мукца, есть виды мукц, которые запрещены в Йомтов, даже то, что разрешено в шаббат. То есть, есть вещи, которые в шаббат, никакой проблемы, бери, используй, трогай. А в Йомтов это мукца. Например, кожура фруктов. Кожура фруктов. кожура, она пригодна в пищу. Для скотины, знаешь, окей, для тебя это кожура, а там, да, твои животные с удовольствием это все перемешиваются, это кушают, и птицы это с удовольствием клюют. Мясо на кости. Ты поел мясо, кости ты не ешь. Кости ты даешь кому? У тебя дома собака? Она с удовольствием эти кости есть. Теперь шок. В шаббат никакой проблемы нет. Возьми это, отдай своим животным. Они твои животные, можешь покормить собачку, дать ей кости. А в Йомтов нельзя. Вау. Почему в Йомтов нельзя? Почему в Йомтов? От фруктов тоже нельзя в Йомтов трогать? Да, в Йомтов это мукцы. На самом деле, это и в Шаббат мукцы. Если у тебя нет домашних животных, ты в Шаббат тоже не можешь это трогать. Ты должен от этого избавиться. Ну, на тарелку кладешь что-нибудь съедобное, и тогда ты можешь переносить это как бы как... Ой, отлично, отлично, Зура, вижу, ты подготовился. Хазаку Бару. Да, есть, которые говорят, что можно положить на тарелку еду, и теперь эта тарелка с едой ты можешь пойти, донести и выкинуть. Но на самом деле, многие говорят, что даже не обязательно, потому что ради в Йомтов тарелка, это является охельнеф, если тебе нужна тарелка для еды, если тебе нужна тарелка, ты хочешь ее помыть, ты и так, и так можешь без всякой еды взять эту тарелку и почистить, и выбросить все, что тебе нужно. И на треке трапезы тоже есть дел, люди говорят, что если ты делаешь это не для подготовки, а ты просто такой человек, ты любишь, чтобы у тебя сразу в моменте все было чисто, ты после еды всегда с собой моешь посуду. Теперь нельзя хитрить, если реально у тебя посуда горами копится, а ты ее не моешь, тогда нельзя говорить, что я после треки трапезы все помою. Это реально подготовка на после шаббата. Но если ты действительно такой человек, ты стараешься, чтобы у тебя, ну тебе не нравится, когда у тебя в моменте грязно, ты обычно сразу все моешь, то ты можешь даже после третьей трапезы все со стола убрать, тарелки все помыть. Мне Зеви Якобсом говорил, они так и делают, и они так и делают, и никакой проблемы нет. Это я делаю ради шаббата. А зачем? Ты же не будешь это использовать. Мне комфортно, у меня чисто в шаббат. Только в последние минуты сделаем все. Только в последние минуты сделаем. Ну да, последние минуты уже тогда уже совсем. Но я хочу, чтобы у меня в шаббат было опрятно и чисто. Это у меня кавод шаббат. Все, тогда это тоже дозволительно. Так что получается? Что в Йомтов эти вещи делать нельзя. В Йомтов косточку, которая осталась после мяса, превращается в мукцу. А в шаббат ее можно дать собачке. В чем идея? В чем идея? Надо сделать вступление. Во-первых, что такое мукца? Существуют разные типы мукца. Первая идея, просто две идеи, которые стоят за мукцей. Мукца, мы в Йомтов не трогаем вещи, которые не имеют своей функции для нас в святые дни, в шаббат и в Йомтов. Почему? Чтобы не превратить Йомтов и шаббат в что-то будничное. Если бы мы разрешили что угодно переносить и трогать, то человек бы сказал, о, классно, Йомтов это еще один такой день, когда я могу наконец-то разгрести себе двор, там, перетащить камни или там разобрать комод. И все бы занимались вещами вместо того, чтобы посвятить время изучению Торы, святости, трапезам и так далее. Это просто. По этой причине есть такая сильнейшая мукца, называется мукца Мохаммад Гуфо. Мукца по своей сути. Например, камень. Не трогай камень. Камень? Чего его трогаешь? Нельзя трогать камень. А в чем проблема? Что там, электричество? Не-не-не. Электричество это другой тип мукцы. Это мукца Шамелахтона и Сур. Нельзя трогать и двигать в Шаббат вещи, вещь, если правильное использование этой вещи влечет за собой нарушение субботы. Не трогай ручку. А почему я хочу почесать голову? Что, нельзя почесать голову ручкой? Можно почесать голову ручкой. Но правильное использование ручки это ею писать, а не чесаться. Поэтому нельзя трогать ручку, потому что правильное использование этого предмета влечет за собой нарушение Шаббата. Не трогай телефон. Почему? Я хочу им орехи колоть. Не начинай, да? Правильное использование телефона это по нему звонить. Но молоток, например, тут спорно. Молоток правильное использование молотка забивать гвозди, тогда нельзя трогать молоток. Или правильное использование молока колоть орехи, тогда можно трогать молоток. Поэтому молоток можно трогать, если ты хочешь колоть им орехи. Но вещь правильное использование очевидна. Я хочу сидеть на телевизоре. Извини, но на телевизоре не сидеть. Даже если ты такой особенный и используешь телевизор как стул. Есть такой принцип, что твое мнение аннулируется в отношении остального человечества, которое на стуле не сидит. Нет, даже если он всегда сидит. Его поведение... Ну, его поведение... Если, например, он сломанный, да? Да, он всегда на нем сидит. Да, ну, если прямо он так получилось, то да, тоже сломанный он на нем сидит. Но обычно он не может сидеть на телевизоре, потому что на телевизоре не сидят. Это мукца. Нельзя садиться на мук, залазить на дерево, облокачиваться. На дерево тоже нет. Нельзя двигать. Теперь. Что-что, Роберт? Я не слышал. Уже телевизор русский, поэтому никто не сидит на нем уже. Я ничего не говорил. Да, нахладно. Сейчас уже неактуально. Ну, хорошо. Можно его, знаешь, так положить, на него сесть. Итак, это первое. Второе. Мукца. Причина, почему нельзя трогать мукцу. Ты элементарно можешь нарушить шаббат. Нарушить емтоф. То есть первое. Это саяг. Исполни то, что написано у шмарте, мет мишмарти. Асус саяг для тура. Аграда для торы. То есть мудрецы тебя держат. Нельзя писать. Не трогай ручку. Не двигай ручку. Не двигай ее. А что ж, не играй, ты напишешь. Потому что ты шесть дней в неделю ручкой пишешь. Один день ты ее возьмешь, скажешь, я не напишу. Автоматически это произойдет. Понимаешь? Автоматически. Если этим предметом делают какую-то определенную вещь, ты автоматически нажмешь на пульт. Нельзя играться с пультом. Не играйся с ручкой, не играйся с мукцей. То есть первое. Это просто не трогай вещи, которые тебе не нужны. Второе. Это чтобы ты не нарушил. Теперь. Как насчет, мы сказали, самый строгий запрет, это мукца Махамад Гуфо. Чем она строгая? Что, например, мукца Махамад Шеймилахтула Исур, например, ручка, с ней гораздо проще. Если кто-то оставил гитару у тебя на кровати, ты приходил, хочешь лечь, гитара мукца, ты можешь спокойно взять гитару, спокойно взять, поднять ее, переложить ее на другое место, чтобы она не мешала, и лечь в кровать. Называется, можно двигать мукцу Тебе нужно это место. Какую-то ручку на стол шабать не положил, айпад оставил. Ты можешь спокойно, не надо накренять стол, ломать айпад. Подними айпад аккуратно, отнеси куда надо, убери. Можно двигать мукцу, но если кто-то положил тебе на кровать камень, или положил тебе на стол камень, ты попал, нельзя камень двигать. Вот тогда басистый товар мукца, бешенуй, надо двигать стол, чтоб камень упал. Целая история. Вот это реально тяжело. Потому что мукца Махамад Гуфо, по своей сути, она более строгая. Там мы опасаемся, что ты воспользуешься. Здесь мы не опасаемся. Тебе нужно место, тебе надо убрать айпад. Тебе нужен стол. А здесь ключи, это мукца, кровать, например, шкаф. Нет, вот сейчас до этого доходим. Вот сейчас, теперь мы приходим к пониманию, в чем мы с вами шаббатом и йомтомом. Теперь, как сделать камень не мукцей? Оказывается, в шаббат можно трогать камень. Но какой камень? Тот же самый камень, но который до шаббата ты дал ему функцию. Ты сказал, смотрите, вот эти миллионы, это просто камни, а вот этот камень, он особенный. Он будет у меня держать мой навес, чтобы ветер, он будет подпоркой для двери, чтобы дверь не хлопала. Ты даешь ему какую-то функцию. А, теперь подожди, теперь это не камень. Мы говорим, что нельзя трогать вещи, которые ни к шаббату отношения не имеют. Ну подожди, это функция, это мне нужно для шаббата, это теперь вещь, это предмет, это клей. Он держит мою дверь. О, тогда, пожалуйста, можешь подпереть, это не мукца. Ты дал ему функцию. Теперь, что интересно, что в шаббат, если какая-то вещь, ты не успел дать ей функцию, например, у тебя есть яблоки, которые ты будешь в шаббат кушать. А вот эти яблоки у тебя на продажу. Ты их продаешь. Ты их кушать не собираешься. Это пакет, и ты занимаешь яблочный бизнес у тебя. Ты продаешь пакет за 50 рублей. Это пакеты на продажу, а один пакет ты открыл, будешь кушать. В шаббат ты без проблем можешь взять оттуда яблок и поесть. А ты не имел в виду, подожди секундочку, это же яблоки на продажу. В шаббат нет проблемы. Ты можешь взять их и поесть. Как и косточка в мясо. Ты имел в виду, что ты будешь эту косточку давать собаке? Ну, честно говоря, нет. Ничего, может покормить собаку. Но в Йом-Тофф, сказали мудрецы, в Йом-Тофф, так как в Йом-Тофф, и так работы многие, как бы есть ради охель-нефеш, ради еды, многие вещи можно делать. И человек, он более себя свободно чувствует в Йом-Тофф. Поэтому мудрецы боялись, что если мы облегчим смукцей в Йом-Тофф, человек больше вероятно, что он нарушит Йом-Тофф. Поэтому они сказали так. В Талмуде Бейтса на втором дафе есть два мнения. Спорят Раби Шимон и Раби Иуда по поводу того, что такое мукца. И знаменитое правило. Раби Шимон говорит, что лейт бей мукца, что нет такого понятия мукца. Может, нет такого понятия мукца. Конечно же, это мисс номер, это не так. Раби Шимон согласен, что есть мукца. Но не такая, как говорит Раби Иуда. Раби Иуда супер-мега мукца. По Раби Иуде мукца это все то, что ты до праздника не посвятил скованной, что это мне нужно. Забыл иметь это в виду? Вот эти яблочки были у тебя, ты хотел... А потом тебе они понадобились. Извини. Это мукца. Ты не можешь взять яблоко. Это яблоко. В чем проблема? Я просто яблоко хочу поесть. Нельзя. Говорит Раби Иуда. Если ты не имел в виду эти яблоки кушать в Йомтоф, ты не можешь... В Шаббат ты не можешь их использовать. Раби Шимон говорит, нет, наоборот. Он говорит так. Там все можно. Если ты имел кавану активную, что эти яблоки я точно не использую в Шаббат, вот тогда да, это мукца, говорит Раби Шимон. То есть Раби Шимон идет от обратного. Поэтому Раби Шимон сильно мекель, он сильно облегчает. Раби Иуда с мукцей, получается, сильно устрожает. И Аллаха идет по Раби Шимону. Но в отношении Йомтофа, почему я все это вам рассказываю, мудрецы устрожили и сказали, что в Йомтоф мы скажем, что Аллаха идет по Раби Иуде. Кивьяхоль, да? Что в Йомтоф мы скажем, что каждую вещь, только та вещь не мукца в Йомтоф, которую ты заведово, замедомо намеревался использовать. А если этого не было, то этого использовать нельзя. Окей, теперь после всего того, что мы сказали, мы можем продолжить читать наши Аллахоты и понять, что здесь написано, потому что Ялкут Йосеф, он ничего не объясняет. Он тебе говорит, вот так и так и так. И ты сидишь и думаешь, почему здесь так, почему здесь так, да? Вот он говорит, что в Шаббат можно косточки собачки дать от мяса, которое ты поел, а в Йомтоф нельзя. И даже двигать их нельзя. И нельзя оставить на тарелке только пустой тарелке косточки. Потому что тебе нельзя будет носить эту тарелку с этими косточками, потому что еда всегда делает сам сосуд второстепенным. Когда я тебе говорю, даю стакан вина, я тебе говорю, не стакан, в котором вино, я тебе даю вино. Стакан как бы, стакан это как бы вторичное. Поэтому ты и тарелку не сможешь двигать, чтобы ты ходишь в мешок ураем. Это я нехт храпец, а лахат, и ход при опрусад пад. И как сказал Зура, тогда что сделать, если у тебя такая ситуация, положи в эту тарелку сначала какую-то нарезку на фрукты, что-то положи, а после этого сможешь эти клепоты у отца поднести эту тарелку и выкинуть в мусор все лишнее. А валь, клепот, что и нару, что ты работаешь? Смотри, мы говорим про мукцу. Мукцу нельзя двигать. Мукцу нельзя двигать. Что касается мусора, мусора, мусора можно выносить мусор, если он плохо, дурно пахнет, ему можно выносить, убирать. Вопрос, можно ли дать это собаке? Мукца это или нет? Он говорит, что, чтобы передвинуть тарелку, донести ее до мусора, пожалуйста, положи туда что-то из съедобного. Но после положить не помогает. Ничего не говорит, а? После положить не помогает. Сначала мусор, а потом что-то съедобное. Правильно. Помогает? Хазаку бару. Хазаку бару. Выписано из пола. Помогает. Помогает? Помогает. Я думал, ты другое сказал. Есть такой закон в Эруф Тавшилин, что если ты забыл сделать Эруф Тавшилин, ты можешь долить в кастрюлю больше еды, чтобы у тебя осталось на шаббат. Это позволит тебе готовить. А так обычно, когда уже ты не можешь ничего добавлять. Здесь именно, да, это такой лайфхак. У тебя уже ситуация. У тебя тарелка, на которой лежит косточка. Что теперь делать? Положи туда что-то съедобное и дойди до мусора. Но если там лежит какие-то кости или какие-то шелуха или скорлупа, которую даже птицы, даже и животные не едят, например, ореховая скорлупа, тогда ее даже в шаббат двигать нельзя. Все, что может быть кому-то пригодно, в шаббат можно двигать. А, я не имел это в виду, ничего, сейчас я вижу, что это у меня есть. И птички с удовольствием, моя голубка, это с удовольствием поест. Я возьму эти остатки от шелухи семечек, они это кушают, я им это отдам. Но если это вообще не съедобное, даже в шаббат это нельзя. А в емтоф нельзя даже то, что пригодно животным. Нельзя. Ты не имел это в виду. Если не надо кормить, надо кормить, этим ты не можешь кормить. Это мукса. Ты не имел это в виду. По ирабиуде идем. Только если ты имел это в виду, что я собираюсь с остатками кожуры кормить моего теленка, и, соответственно, кормить тарелку с чем-то съедобным. Да, и до мусора. А если на скатерть поставили? Если на скатерть поставили, тогда нужно приподнять скатерть, страхнуть на тарелку с едой и то же самое процедуру. Это что за муксей? Наклон. В итоге является. Что за муксей? Я думаю, это очень опасная муксей. Это мукса Мохаммад Гуфо. А что? Да. Тут нету и сура. Ты ничего с ней не сделаешь. Гуфо. Это называется то, что ты не предназначил для им того. Зачем ты это трогаешь? Какая у этого функция? А у этого вдруг у тебя появилась функция? Ты не успел эту функцию. Да? Ты, например, нашел камень в шаббатной дороге. И говоришь, о, классно. Используй его как подпорку для двери. Нельзя. Поздно. Уже не можешь. Ты мог это сделать до шаббата. В шаббат дать этому камню функцию ты не можешь. Хотя вот он лежит и вот дверь и как удобно. Нельзя. А в Йомтофе это строже еще. Но как только ты на тарелку положил что-то разрешенное, то у тебя тарелка стала не только подпоркой для мукции. Называется басис ледовар подпоркой для запрещенного. А также стала басис ледовар мутар для вещи разрешенной. Поэтому ты тарелку можешь уже двигать. Пирот аум димны с хора. Пожалуйста. Плоды на продажу. Гегон на цель сухер. Например, у тебя там, не знаю, какая-то была партия на продажу с таким, что там мешки закупоренные, там, не знаю, лука. Пирот. Ты не брал оттуда, для еды ты оттуда не берешь. Нехшавимны мукцим, они будут мукцей. Да, суда как мукцим, въемтов. Въемтов ты оттуда взять ничего не сможешь. А в шаббат, если возникла необходимость, ты спокойно можешь распороть, взять оттуда столько, сколько тебе надо. Но ты можешь брать все необходимое из магазина въемтов. Опять-таки, без обсуждения цен, просто, да, я взял у тебя, там, не знаю, четыре пачки яиц, взял у тебя сметану и три шоколадки. Он говорит, окей, все, до свидания. После въемтова поговорим. Так можно. В магазине мы же говорили, что мне не понадобится. Да, потому что магазин... А почему ты дома не думаешь, что совсем не понадобится? Пакет в магазин больше, чем твой дом. Вот, видимо, магазин, магазин, для чего магазин, и хозяин магазина хочет продавать, и ты всегда понимаешь, что ты что, я в магазине возьму. Нет. То есть, плоды на продажу, ты не на продажу, ты имел ковану, что он не на продажу. Сейчас ты хочешь поменять ковану. Как мы сказали, в шаббат ты нашел камень рядом с твоей дверью. Ты не можешь его использовать как подпорку. Он мукца. Ты хочешь ему дать функцию, нельзя давать функцию в шаббат. До шаббата ты мог его превратить в подпорку. В шаббат придать поздно, поздно, уже поздно. Надо было до шаббата. До шаббата ты как думал, что это камень? Ты думал, что это плоды, они на продажу? Что еще вот это Йон-Тау-Скил в продажу? Дальше, теперь интересно. Йон-Тов выпал на шаббат. Как будем относиться к мукце? Как шаббат или как йон-Тов? Интересно. Вроде шаббат побеждает, но как бы более хумра в йон-Тов. Что делаем? Шаббат, шаббат. Относится как шаббат. То есть получается облегчаем. То есть шаббат настолько побеждает, что законы мукцы в шаббат, в йон-Тов, они как в шаббат. Интересно. То есть шаббат полностью накрывает йон-Тов и не срабатывает вот это устражение ом-Тов против шаббата. И последнее. Аллаха. О, не последнее. А, еще чуть. Можно переносить мукцу ради охальнепеш. В Аллахен им гнихо аваним. О, это очень важный закон. Если ты отложил камни или кошелек с деньгами, и ты оставил камень на еде, у тебя тарелка и ты положил камень, я не знаю, попал камень или кошелек сверху, айфон кто-то положил на твою еду. Ты можешь убрать мукцу, чтобы добраться до еды. Мутарли гров, гехалим. Может даже у тебя там угли, можешь даже убрать их, чтобы еду положить. Хотя это мукца чисто ганная. В эфер и нолад. Самая сильная мукца в йон-Тов это нолад. Это то, что зародилось. Например, что-то, чего-то не существовало. Например, зала. Зала после сгорания дров это чисто ганны, нолад мукца. Но ты можешь убрать пепел в йон-Тов, это сильнейшая мукца в йон-Тов, чтобы позволить еде другой зайти в печку и ее приготовить. Это даже Мохаммад Гуфо мукцы. Это мощнейшая мукца Мохаммад Гуфо. Можно убирать ее. Ради еды. Потому что тебе надо приготовить еду. А в шугам и даже если при этом ты что-то патушишь за рой, все равно можно. Одна, буквально одна последняя. Рауль, лахмир, шелотан-Тел в йон-Тов сен-сенет что есть в дагеи нави и загав. Дагеи и ной и загав. О, ципори дрор и тухи шбеклуб махар шаумдим линой и не лакхила. У в дагеи тегурим צרих литонут олеем мебеод шруцим леохлам а лавгахи асук. От ципорей дрор в тухим шбеклуб махар шаумдим линой и не лакхила. А, если у тебя есть какие-то ципочка на которой висит рыба золотые украшения для красоты. Если она больше для красоты, чем для еды, то двигать ее нельзя. Окей. У в дагеи теории если это кошельная рыба, ты должен заранее сказать, что я собираюсь это съесть. Пока это было для красоты, но сейчас я собираюсь это съесть. А, лавах, ясур. А, если ты этого не сделаешь, то это будет запрещено. Вот такие вот интересные законы мук севьем тоф. Работай, постарайся удержать то есть в Йомтоф коротко, да, все, что ты не предназначил до Йомтофа для использования, трогать нельзя. В Йомтоф это мукса. Так как в шаббат, если это что-то, что с этим не связано никак с работой, ты даже пистам, мы идем по Раби Шимону, а в Йомтоф идем как будто по Раби Иуде. Да, бейцы. Окей. Продолжим в следующий раз. Барухашем закончили с вами законы муксы в Йомтоф. Я с вами прощаюсь, Рабутай на этой ноте и завтра Бейзрат Ашем продолжим. Всем шкура. Всем шкура. Спасибо. Спасибо.